Друзья, стоит ли покупать iPhone 12 в 2022 году? Какая разница между iPhone 13, iPhone 11 и другими моделями? Давайте мы сейчас с вами это обсудим и будем принимать правильное решение. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика MoneyBag. Сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги MoneyBag не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет. А вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. MoneyBag работает в рамках закона, пользуясь лазейками в договорах оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру MoneyBag. По ссылке в описании и закрепленном комментарии. Такая обстановка, я купил себе где-то месяцев 9 назад iPhone 12 и сейчас его использую. У меня сейчас емкость батареи 96-97% за это время. Это в принципе нормально за эксплуатацию данного устройства. Отличия, как всегда, небольшие между iPhone 12. Это какой-то процессор, естественно. Батареи, в камере, там, ну все, этот обычный тот стандарт, который в принципе в реальной жизни вы ничего не увидите. Потому что по использованию, даже если сравните и 11 версию, будет одинаково абсолютно работать. То есть могут быть какие-то отличия по экранам, там 120 Гц добавили, там осталось 60, это все мелочи. Первое, что вам нужно понимать, для чего вы покупаете вообще в целом телефон. Если вы будете что-то снимать, конечно же лучше обратить внимание на то, что есть лучше камера к iPhone 13. Она немного лучше. И как бы это такие вот нюансы. По батареи, в принципе, плюс-минус все одинаковые. 11, 12, 13. Все то же самое. Если же вы слушаете эту музыку, вам чисто для звонков, да вам хватит и iPhone 6s, в принципе. Это вообще не имеет значения, как телефон можно использовать любой телефон. А принимать решение, какой вам телефон брать, это сугубо на ваше предпочтение. Только зависеть будет от вас. Вот, в принципе, все то, что я хотел донести. Но хочется еще добавить то, что не берите телефоны в кредиты. То есть, берите тот телефон, который действительно хватит вам денег на то, чтобы вам не приходилось себя в этом ущемлять. Потому что это всего лишь тот аксессуар, который там подчеркивает ваш имидж или еще что-то. Кто-то обращает на это внимание, кто-то нет. Но не стоит делать так, чтобы вы себя потом ущемляли, отдавали эти деньги. То есть, забивали дурным голову. Появились лишние деньги, тогда себя взяли. Так, я думаю, оно того все-таки не стоит. Как вы считаете, стоит ли брать в кредиты телефоны и так далее. То есть, это не такая ваша большая нужда на то, что лучше есть все-таки варианты потратить. А так, вот, в принципе, все. То, что я хотел донести, стоит ли покупать iPhone 12. Если ты на iPhone 11 в 2022 году, принимать вам решение. Если вы уже на старой какой-то версии, стоит обновиться. То есть, там, 7, 8, 10. А все то, что сейчас вы используете iPhone 11 и 12, неважно. Это все еще будет годиться на года 4 точно. А то и так. Просто меняйте батарейку своевременно. Там, до 10% емкости батареи. Можете свободно использовать телефон, а потом можете менять. И, в принципе, этого будет более чем достаточно, чтобы использовать комфортно ваш девайс. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подпишись на канал, нажми колокольчик и оставь свой комментарий. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok